Роман Космис это смешная история Здравствуйте, мы сегодня в гостях у Богдана Воробья в спорткомплексе Меридиан в качалке МЖ Здравствуйте, Богдан. Приветствую. Поздравляю тебя с прошедшим 2015 годом Поздравляю с днем рождения федерации UPC и тебя как президента этой федерации Желаю побольше пол-тайм рекордов, установленных на турнирах, которые ты проводишь за рук между спортсменами И чтобы была конкуренция и процветание федерации Спасибо большое Как ты пришел к мысли, к тому, что нужно создать свою федерацию под твоим руководством и возглавить ее? Ну, мысль была довольно-таки заложена давно, когда я начинал проводить первые турниры по другим федерациям Так сказать, был функционером, собирал и проводил турниры оригинального уровня Там чемпионат Житомира, Киева Потом в 2012 году я, как всем известно, работал в федерации UPC Также организовывал турниры Ну, в силу обстоятельств с 2014 года пришлось создавать свою федерацию В которой я делаю турниры так, как я вижу правильное направление развития пауэрлифтинга в Украине А какие планы на 2016 год? Планы в плане проводить? Да, да, какие турниры будешь проводить, ну и возьмем основные Изначально основные, а потом из мелких Ну, всем уже, наверное, все люди, из тех, кто спортсменов у нас выступает Видели календарь на первое полугодие Начнем мы с весны, в марте, 18-20 марта будет чемпионат Украины второй По пауэрлифтингу и отдельным упражнениям А что из коммерческих? Из коммерческих пока трудно сказать Ну, наверное, если у нас оригинальный представитель из Кировограда Суслик Сергей решится проводить третий раз кубок ЖИМ-200 То, может быть, проведем Ну, пока трудно заглядывать на будущее Может быть, что-то на осень будет В апреле месяце у нас будет чемпионат Евразии Который будет одним из главных отборочных турниров на Европу в Загребе Ну, и много региональных турниров Начиная с февраля месяца у нас каждая неделя Начиная с 6 февраля Весь февраль, каждая неделя будут проходить региональные турниры по Украине Вопрос еще Как ты думаешь привлечь поистине сильных спортсменов Уровня, чтобы были соперники такому спортсмену, как Шалоха Как Вишницкому Алексею Которая постоянно посещает твои соревнования Как ты думаешь, так же Мельнику Ну Ну, именно такого уровня спортсменов Привлечь спортсменов на такой уровень Их надо чем-то заинтересовать Заинтересовать, допустим, тоже поездкой на Европу Да, вывести людей, спортсменов Также можно не только привлекать, а своих спортсменов воспитывать И может те спортсмены, которые начинают первые шаги В каждом вскрыт какой-то талант И может быть со временем у нас новички Есть спортсмены, которые только начинают сходить в пауэрлифтинге Может быть они через год, через два, а может через пять лет вырастут Высококлассных спортсменов Которые составят конкуренцию таким, как Шалоха Как Мельник и другие А можешь назвать кого-то? Ну, хотя бы Тех, кого ты так присматриваешь, что действительно скоро они будут в топах Ну, я думаю, что взять Ткаченко-Артема, который прогрессирует очень хорошо в жиме лежа Он через несколько лет составит конкуренцию такому спортсмену, как Олег Базилевич Вот, тот же паренек у нас приступал Он, как фамилия, забыл В 67-й категории на Кубке Украины 172 пожал? 172 пожал, присел там много Юниор, нет, не юниор, кинейджер Ну, с такого тоже спортсмена Шаповал Артем? А? Не, не, не шаповал Ну, и шаповал тоже Абсолютку взял Абсолютку мы его на допинг-контроле еще брали Он успешно его сдал Балабан? Да, 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 Балабан Тоже перспективный очень спортсмен Молодое дарование И все впереди у него, я думаю 5-6 декабря проходил Кубок Киева Получается, это уже был второй Кубок Киева, да? Я так понимаю Потому что первый был ровно год назад по той федерации В 2014 году И как бы этот Кубок Киева уже означало, что вот прошел ровно год соревнований По версии UPC, да Это был второй Кубок Киева Но мы проводили по версии UPA Не, я имею в виду по версии UPC По UPC, да Это был второй по счету Кубок Киева И там было заявлено 180 спортсменов В 200 Больше даже вроде бы 240 номинаций Что в принципе В некоторых федерациях Столько на Украине, на мире не собирают То есть, как ты думаешь В чем именно популярность того, что именно твоя федерация Собирает на обычных соревнованиях такое большое количество человек Ну, во-первых, мы делаем соревнования для людей, для спортсменов Поскольку я как бы сам выступаю еще Я знаю, что такое, как выступать на соревнованиях Какие условия должны быть Мы стараемся создавать те комфортные условия Вот Ведется большая работа с региональными представителями Ну, и также на личных отношениях с людьми Общаемся Никто не заносится Там, как-то никто не ставит себя лучше чего-то Ведется совершенно дружеское общение И люди Подметил в других федерациях альтернативных Такой конкуренции, допустим, на чемпионатах Украины Или там халактики нету Поэтому Цена медали, допустим, на том же Кубке Киева Я думаю, что для спортсмена Намного Важнее, чем цена на Кубке Чемпина Кендера Где есть конкуренция С 5-6-10 человек Номинация А вот Довольно строгое судейство И у тебя в федерации Изначально даже были возмущения по этому поводу Не боишься, а ты из-за строгих судей Потерять спортсмена Или ты считаешь, что это может плюс? Как ты вообще считаешь? Я лично не лезу в судейство Никаким образом Я своим судям, которые у нас работают Я говорю, что судить нужно четко, строго по правилам Какие правила федерации прописаны Исходя из этого, надо судить так, как написано четко в правилах Стараюсь объяснять им, что и сам говорю всем Что нету, не должно быть для судьи важно Какой спортсмен, сколько у него регалий, достижений Или может то новичок какой-то Или там звезда и элита UPC Не важно, он выходит на помост Он спортсмен, он должен сделать все четко по правилам И судьи должны выносить свою оценку Поскольку был пример яркий с Кубка Украины Да, много было бы ранок в приседаниях Спортсмены не досаживались правильного угла И после, скажу честно, после Кубка Украины На Кубке Киева, может 2-3 момента было Когда были споры с недоседом То есть люди привыкают, люди понимают Те, которые у нас выступали впервые Через одно-два соревнования Он, спортсмен, четко знает, какое судейство Как нужно отработать в соревновательном движении Чтобы ему была позитивная оценка Поэтому некоторым нравится строгое судейство Ну, я считаю, что судейство должно быть строго по правилам Именно я заметил, что часто у тебя Как бы вы взяли, можно сказать, за традицию Проводить спортсмен года И награждали спортсменов Как именно определяется спортсмен года И какие критерии Ну, во-первых, мы делаем онлайн-интернет-болосование Да, где люди, спортсмены нашей федерации Голосуют за ту или иную кандидатуру Ну, и также мы смотрим на то Сколько спортсмен у нас выступал на протяжении года Какие он результаты показывал Какие он рекорды устанавливал И решением Вот, коллективным решением федерации Мы определяем Достоин этот спортсмен звание Спортсмен года или Достоин Вот, и я думаю, что Мы ведем это как традиция И в следующем году Я уже говорил это По-моему, на Кубке Киева Когда награждали мы спортсмена года Мы сделаем три номинации Первое место, второе место и третье место Так что у каждого есть шанс Стать спортсменом года по версии UPC Не знаю, третье место Третье спортсмен года Ну, и все страшно Или второй Это почти как первый Но на один меньше Только второй, да Как ты помогаешь Как ты и твоя федерация Помогают спортсменам? То есть, в чем есть Финансовая сторона? Я вот не люблю говорить Ты или Я не являюсь То, что я президент федерации Я не являюсь На все косяки на тебя полетят Если что Одним целым Нет, мы работаем довольно плотно С Погасием Александром Вице-президентом федерации И также с коллеги и судьи Которые у нас То есть и спикеры И у нас здесь команда общая Которую ты также входишь Вот Как мы помогаем спортсменам? Ну, допустим Взять Осенью 2015 года Вот уходящие Мы отправили Алексея Ющницкого В Штаты Помогли ему с поездкой Немножко На То, что он выступил На чемпионате мира По GPA Также вот у нас Есть в планах Повести команду В Загреб, в Хорватии На чемпионат Европы В 2016 году Ну, поскольку мы только Ну, как сказать Молодые еще Младенцы Да, только год Мы очень много Вложили денег В приобретение оборудования В этом году Со временем Вот Там остались Может быть Мелочи какие-то надо докупить А все остальное Будет С годовым взносом Идти уже На то, чтобы Возить спортсменов За границу Может некоторым Там помогать В подготовках И во всем остальном То есть, грубо говоря Как студент Первый год работает На защетку А потом защетка Работает на тебе Да, да Какие федерации Ты считаешь Конкурентоспособными Для себя И Это плюс или минус Что сейчас Еще много федераций Альтернативной Федерацией Если я говорю Да Будем говорить Про альтернативной Федерации Ну Я выделяю В Украине Это три федерации Которые Есть И которые Довольно-таки Проводят успешные Турниры Собирают Много людей Это ВТА И это WPC Ну И наша федерация Я думаю Судя Там посмотреть На протоколы Allpower Да Вот Посмотреть И сравнить Сколько Выступает В этих Трех федерациях Спортсменов Остальные Я Ну Как бы не беру Пока в расчет Может быть У кого-то Там Заложены Какие-то мысли И Кто-то Выстрелит В следующем году Какая-то новая Федерация Смотрю Как они Как грибы Грибы Растут Это Очень плохо Я считаю Что много Федерации Потому что Некоторые Спортсмены Гонятся За Легкой Медали Так сказать Выступает Человек На чемпионате Мира Или Галактики Да Становится Где нету Ни одного Конкурента Он Становится Первым Там Рассказывает Друзьям Что Вот я Чемпион Мира Рекордсмен Мира Друзья Которые В пауэрлифтинге Ну Грубо говоря Вообще Ничего не знают И вот Чемпион Галактики Чемпион Мира А Норматив Второй Разряд Да Да Сжимом 30 кг Сжимом Я считаю Что Самый Большой Плюс Соревнования Оно Несет От себя Название Соревнования Где ты Соревнуешься Не только Со штангой А ты Соревнуешься Еще И С С Соперниками Самый Большой Интерес Вызывает Это то Когда У тебя Есть Соперники Есть К чему Стремиться Чтоб Победить Я же Еще раз Хочу Отметить Допустим Тот же Кубок Киева Или Чемпионат Киева Который У нас Проходил Летом Там Также Было Довольно Большое Количество Участников 154 Да С каждым Турниром Чуть 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 Меш С каждым Турниром Все Больше 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 Не Заметил Каждым Турниром Все Больше Больше Участников Это Самое Интересное Мне Интереснее Провести Чемпионат Киева Или Кубок Киева Посмотреть На Зарубу Которую Сдают Чемпионат Украины Но Тоже Кубок Украины Показал Что Довольно Таки С Жимом 82 Категории Жимом В матерс Дивизионе Маринч Вадим Стал Вторым Результат По-моему Что-то Около Стосидесяти Килограмм Показал 162 Я помню Шел Да В итоге Он стал Первым Потому что Там Была Допинг Процедура Атлета Который Занял Первое Место Вот Он Не Прошел И Он Не Стал Первым Но Все Равно То Борьба Когда Есть Борьба Самая Вот Вопрос Из Коварных Которых Ты Не Знал Правильно Или Пускать Спортсмена Который Не Достиг Какого-то Определённого Уровня Выступать На Чемпионах Европы Мира Но Ты Скажешь Я Стал Чемпионом Мира С Результатом 30 Килограмм Это Не У Нас Нет Я Вообще Говорю То Есть Возможно Ли Так Чтобы Спортсмен Который Заявляется На Европу Видномер Чтобы У него Хотя Был Ну Либо Я понял К чему Я понял К чему Ты Вопрос Чему Ты Ведёшь Я скажу Так Пока Мы Будем Существовать Федерация Будущая Существовать Из Взносов Спортсменов Грубо говоря То Этого Не Избежать Потому что Невозможно Очень Большие Финансовые Затраты Идут На Турнир Если Появится Какой-то Определённый Спонсор То Тогда Можно Уже И Играться С этим Всем И Сделать Вот Как Спортсмен Я вообще считаю Правильно ли Такая мысль Как Ну Как Ты Не Мысль Мысль Хорошая И очень Правильная Потому что Да На чемпионате Того же Мира Спортсмен Должен Показать Уровень Хотя бы Ниже Кандидата Мастера Спорта Или Мастера Спорта Это Очень Всё Правильно И Мысль Хорошая Как Но Я же Ещё Раз Говорю Провести Чемпионат Мира С Участниками 100 человек Участников Это Сказать Бойки В большой Минус А возможно Если будет Такое Новшество То Ребята Будут Понимать Что Сейчас Будет Зароба Или Ты Думаешь Что Все Боятся Проиграть Нет Я Не думаю Что Боятся Проиграть Ну Я же Ещё Раз Говорю Посмотри На тот же Где в жиме лёжа 82 категории Подало заявок Что около 25 спортсменов То есть Они себе прекрасно понимали Да Что они Может быть даже в пятёрку Или в десятку не попадут Что если Попадаешь Занимаешь Пятое место Ты уже Неплох Да Я тебе скажу Так Что КМС То ты уже Не факт Что ты станешь Третьим На Купих Лучше проиграть Допустим Тому же Шалохе Чем Стать первым На чемпионате Балактики Лично для меня Личный вопрос Когда мы видим 300 плюс В экипировочной Тяге От тебя Во-первых На дороге Экипировочный комбез Взять Одеть Вот Пока что Его как бы Нет Я от экипировки Уже отошел Решил для себя Что было Пока Без экипа Выступать Ну Допустим Если бы сегодня Взять На тренировочку Тягу И одеть комбез Который у меня Был хороший Матал Который мне давал Килограмм 30-35 То я думаю Сейчас В очень хорошей форме Нахожусь Можно 310 Было бы потянуть Можно на тренировке Почему пропустил Осенний сезон То есть В этом году Выступал только Раз весной Да Раз На ВПА Я выступал Поехал к моему Товарищу И коллеге Кацаге Вадиму Вот У себя Я уже говорил Как-то У себя Я не могу выступать Поскольку Организация Соревнований Очень занимает Много времени И не только Времени Главное Там нервы Вот Я один раз Выступил Перегорел Я был готов На хороший результат Но это если бы не мой турнир был Вот Я очень нервничаю Когда провожу И переживаю Живу Можно сказать Турниром Когда я его провожу Не сплю Там 2-3 ночи Вот Поэтому Поэтому У себя Пока что Не буду Выступать Почему Пропустил Осень Может быть Не нашлось Такого турнира Который Также Мы проводили Кубок И Кубок Мира Да У себя Я не хотел А больше Такого турнира Как бы не было Хотел выступить На Кубке Киева Но Опять же Стояло Очень много участников И Ты забоялся Проиграть Да Я не хотел Четвертое место Не хотел Хотя Очень хорошая форма Была А ты 82-й был? Да А что там 82-й По сути А кстати 82-я Самая сильная была Мельник А нет Мельник 90-й был А нет Самая сильная 90-я была Там Мельник Занял потом Мельник 90-й Шелуха Стал 82-й Первым Нет Это понятно А там была Я помню Сумаш Первая Мельник 798-й Потом 680 И Твой Брат Ну не брат Одна фамилия Воробей С третьим С результатом Если не ошибаюсь 635 Собрал бы больше 635 Да Конечно А больше 680 680 Я же говорю Я был готов На тренировках Делал перед Как раз Киевом Я тянул 263 По 3 Потом Сжал я 150 3 по 3 И Приседал Я 250 По-моему 4 По 4 То есть Я был Готов На хороший Результат Показать Если выступил Ну опять же Я же говорю Людей много Вот И надо было Времени Для того Чтоб Два дня Проводили Готовься на Загреб Готовься на Загреб У нас Завершающий Вопрос Это Веселая история Есть какие-то веселые истории За Порошенко Веселая история От Богдана Юрьевича Воробья Попрошу на вы Веселая история Куча веселых Историй Есть Есть такие Которые нельзя Говорить на камеру Ну История соревнований Взвешивания Точнее Регистрации Спортсменов Есть Бывают такие Ну Ребята Уникальные Конечно Которые Может В перебое Где-то Что-то Слышали Кто-то Не знает Сразу На взвешивание Ко мне Человечек Подходит И говорит А куда Допинг-контроль Куда можно Покакать Я говорю Дружище Какать Здесь не надо Как Будешь Потом Роман Коспис Это Смешная История Хорошо Пожелания Спортсменам На 2016 Год Пожелания Спортсменам Я желаю Всем Я хочу Поздравить С наступающим Новым Годом Пожелать Крепкого Здоровья Потому что В спорте Важно Здоровье Пожелать Хорошей Подготовки К новому Сезону Ну А в новом Сезоне Без травм Установление Новых Личных Рекордов Рекордов Украины Европы Мира Может У кого Кто Есть У нас Кандидат Так сказать На элиту ЮПС Кто мечтает Об этом Звании Пожелать Подготовиться Хорошо И Взять Элиту ЮПС Спасибо Тебе тоже Удачный Спасибо Лова Тебе тоже Элиту ЮПС Сезон Скоро Страве Борье Теперь Пошли Тренироваться Все Идем Пару Нюансов О намотке Бинтов Я расскажу Давай Про бинты От Одного Товарища С IPF В своей жизни Бинты Инзер Айронзет Бинты Классные Очень классные Многие IPF Сейчас у них даже приседают Но Те что китайские Сейчас есть на рынке Это не то В таких бинтах Я начинаю мотаться Где-то на килограмм 140 Вот Я уже накидываю их Очень легонько Я не мотаю Накидываю Они двухметровые Им уже лет Под 10 Вот Следующие бинты Это АПТ Фирма Одна из лучших Я считаю Фирм Которые делают бинты А какое именно название? Вот этих я не помню Их у меня Три пары Именно АПТ Вот Но Они такие Резиновые Сильно Вот Ну и мои любимые В которых Я осадился 305 Килограмм Это АПТ Странгуляторы Тоже Они старые уже Столько не живут Но вот они живут Отличные бинты Очень жесткие И тем Ну Помимо того Что они жесткие Но они не режут Так допустим Как вот те Или Какие красные АПТшки Вот В этих я мотаюсь На большие веса уже Но Такие бинты Самому намотать Невозможно Здесь надо Чтобы был Хороший мотальщик Я потерял Своего хорошего Мотальщика Он перешел Он перешел в другой Зал Косяк Андрей Вот Тот Мотает Бетонирует Ноги Вот А вообще Очень да Важный Нюанс Намотки Тут не важно Сила Или мощь намотки Важно Важно Когда человек Понимает Как намотать Чтобы бинт Сработал И сыграл Хорошо Конечно Важно Движение В бинт Чтобы Как говорится Садись в бинт Да Вот Чтобы прочувствовать бинты Но еще Очень важная Намотка Ты можешь Я может Замотать Забетонировать И он тебе Не даст Той прибавки Когда человек Не сильно Тоже хорошо Замотает Но он Знает Как мотать Понимает И тогда Бинт Хорошо дает Мне бинты Дают Как говорил Кто у нас Шитый Да Артем Мне лично Вот эти бинты Давали 80 килограмм При хорошей Намотке Давали 80 килограмм Плюсе Вот Ну и тоже Надо уметь Проседать Это же не значит Что Вообще Бинты Ну Должны Быть Хотя бы 2-3 пары Бинтов А в процентаже Сколько А В процентаже Если приблизительно Ну сколько процентов Потому что Если намотать Там девочка Которая приседает 50 килограмм Она же Целит 130 Сразу У них Плюс А смысл Мотать ее Вообще Такими бинтами Ну Я себе Грубо говоря Да Я не знаю Сколько нужно Приседать Чтобы уже Использовать Эти бинты Такие Да Ну я думаю Что где-то 80-85 процентов От максимума Я говорю Сколько Вес какой Так подожди У тебя Один присяд С весом У меня Другой Ты говоришь Зачем Девочке Такие жесткие Бинты Ты говоришь Вес какой Должен быть На штанг Да Вес какой На штанг Я думаю За килограмм 220 Уже Есть смысл Их Мотать А они Ниже Да То есть Меня уже Можно Мотать А ты Уже Дошел До этого Да 220 Встал Молодец Я считаю Что В приседаниях Такое Век живи Век учись И тот же Самый В тяге И в жиме Что десятка 110 110 Столько Нормально Много Есть Видео Много Есть Противорчивых Видео Каждый По своему Выбирает Технику Постановка Ног Перекинь Постановка Ног И Всего Остального Я Использую Средний Хват Вот По насечкам Где-то По указательному Пальцу Штангу Пытаюсь Заложить Где-то Чуть Ниже Трапеции Постановка Ног У меня Средняя Локти Вниз Смотрят Голова Перед собой И стараюсь Немножко Отвести Таз Вот Таким Движением И Развести Максимально Сильно Колень Как-то Так Как-то Так